Чайный путь В 19 веке в торговле с Китаем чай занял первое место среди предметов китайского экспорта в Россию, оттеснив шелк и хлопчатом бумажной материи. Особой любовью он пользовался у жителей Сибири, особенно среди кочевых народов. Можно прожить день без еды, но нельзя прожить день без чая. Так говорит народная мудрость. В 1811 году в Россию поставлялось 80 тысяч пудов китайского чая и с каждым годом его количество росло. Этим вступлением хочется представить зрителям творчества мастера-тележурналиста Владимира Жарова, корреспондента студии телевидения города Улан-Удэ. Хочется выразить признательность автору за съемку сюжетов, часть из которых вы сейчас увидите, и поблагодарить его за глубокие знания и бесконечную влюбленность в свой родной забайкальский бурят-монгольский край. Несколько веков караваны верблюдов из Китая и Монголии следовали до озера Байкау, до выступающего в озеро Берегового мыса, отсюда Мысовск, станция Мысовая, а ныне город Бабушкин. Здесь доставленные товары разгружались и переправлялись через озеро водным путем или по зимнему льду, используя конную тягу. Именно поэтому до завершения строительства Транссибирской железнодорожной магистрали Мысовск был важным оживленным деловым пунктом на карте Сибири. Документы показывают, что в 907 году население Мысовска составляло 5000 жителей, из которых 1600 были евреи. Связь нашей Гутерман-род семьи с Мысовском началась в 1896 году, когда, спасаясь от погромов, шло Махаим Гутерман с женой и двумя детьми переселился из Польши на Байкал. Профессия жестянщика оказалась востребованной. Здесь родились еще восемь детей, предпоследней из которых была Рахиль Гутерман-Ярославская, мать моей жены Ии. Четверо детей умерли в младенчестве и были похоронены на еврейском кладбище города. В 912 году семья Шлома-Гутермана переехала в Улан-Удэ. Уже много лет живя в Канаде, в 2010 году я был неожиданно обрадован письмом, пришедшим со станции Мысовая. Уважаемый господин Рот, здравствуйте, меня зовут Таисия. С огромным удовольствием и интересом прочла вашу книгу «Радость и печаль». Открытием для меня стало то, что в конце 19 века на станции Мысовая, а именно здесь я живу и работаю заведующей технической библиотекой, проживала большая семья Гутерман. К большому сожалению, я никогда не слышал даже этой фамилии Мысовой. После прочтения вашей книги обратилась в местный музей, но и там нет никаких сведений. Знаю, что Мысовой есть старое еврейское кладбище, которое, к сожалению, практически уничтожено. Прошу прощения, но, возможно, вы или ваша супруга сможете для нашего музея написать подробнее о годах жизни семьи Гутерман на станции Мысовая. Возможно, у вас есть фотографии того периода. Думаю, что ваши записи и ксерокопии фотографий стали бы еще одной страничкой истории Мысовой. Надеюсь на ответ. До свидания. С уважением, черных Таисия. Результатом этого письма стало то, что летом 2011 года, после 50 лет совместной жизни, мы с Ией снова оказались в Бурят-Монголии. На этот раз на Байкале, в гостях у семьи черных. Под впечатлением от увиденного тут же родилась моя небольшая книга «Станция Мысовая», включившая в себя три десятка старых фотографий из жизни семьи Гутерман. Читатели получили книгу на русском, венгерском и английском языках. В сентябре 2012 года в Мысовую приехала съемочная бригада республиканской студии телевидения во главе с Владимиром Жаровым, которая кропотливо разыскивала материалы к юбилею трехсотлетию Великого Чайного Пути. Удивленно, администрация Мысовой направила бригаду в городской краеведческий музей. Там тоже слегка растерялись в такой неожиданной тематике, но предложили. Посмотрите вот эту недавно вышедшую книгу Владимира Ротта, писателя из Канады, в которой есть интересные факты о Старой Мысовой. Перелистывая книгу, Владимир Жаров обратил внимание на фотографию сваленного на землю надгробного камня. «А это где?» – удивленно спросил он. «Это руины заброшены от старинного юрейского кладбища, а находятся в лесу, в двух с половиной километрах от города», – пояснила директор музея. Бригада телестудий на своем джипе тут же разыскала место кладбища, увидела его развалины и сделала короткую съемку. В вечерних новостях этот ролик был показан зрителям с комментарием Владимира Жарова, который сказал, «Мы готовимся отмечать 300-летие чайного пути, а посмотрите, в каком состоянии находятся могилы участников тех событий. Уважаемые потомки, помогите привести порядок в память о ваших близких». Эту передачу телевидения новостей видела и Таисия Черных, которая направилась в администрацию мысовой с аналогичным вопросом, но мэр города отказался от каких-либо шагов, сославшись на отсутствие средств. После этого Таисия решила спросить совета у канавцев ротов. «Равин нашей синагоги в Торонто, Бордехай Окс, сначала отнесся к моему вопросу скептически. Заброшенное кладбище в тайге еврея уже нет. Зачем его трогать? Кто туда придет?» Я ответил, что это не я придумал, а местные активисты, не евреи, спросили у меня совета. И тут, подумав, Равин зажег первый огонек, сказав, «Хорошо это кладбище хотя бы как-то огородить». Первое, что пришло мне в голову – железная ограда. «Но это же дорого! Может быть, и под сотню тысяч долларов придется выпрашивать у доноров?» «О нет, железную ограду к утру унесут и сдадут, как металлолом. Проще деревянный забор. Но ведь в первую же зиму забор уйдет на отопление домов. Между тем, в Мысовой уже сформировался коллектив энтузиастов-строителей, в который к Таисии и Петру Черных присоединились их сын Валентин с женой Светланой и двумя детьми-мальчишками, проживающие в Иркутске, от которого расстояние до Мысовой более 300 километров. Вся территория старинного кладбища настолько заросла столетними соснами, что определить настоящий периметр кладбища было уже сложно. В архивах старые документы кладбища найти не смогли, но сообразили. Когда-то при закладке кладбища под него выделили землю на болотистой местности. Умные создатели кладбища, чтобы снизить уровень грунтовых вод, вокруг кладбища вырыли глубокий ров. И сегодня в некоторых местах территории среди деревьев и кустов нам удалось обнаружить остатки этого старого рва. Так появилась граница кладбища. В апреле 2013 года в Будапеште состоялась презентация венгерского издания моей книги «Станция Мысовая». На это событие мы с Ией пригласили Таисию Петра Черных. Десять дней путешествия по Венгрии не только сблизили нас, но дали нам возможность посетить некоторое старинное кладбище, узнать их структуры, традиции. Вот тогда-то в Венгрии и родилась идея кладбища в Мысовой огородить симфолической оградой из железнобетонных столбиков, стоящих друг от друга с интервалом около двух метров. По возвращении родителей из Венгрии, все шесть членов семейства Черных дружно включились в дело. Конечно же, наиболее трудоемкие работы им пришлось нанимать и помощников, но подавляющее большинство работ было сделано руками и сердцем этой дружной семьи. Сначала, выявив границы кладбища, пришлось по периметру прорубить просеку шириной в полтора метра. Здесь тяжелая работа по удалению кустарников и деревьев, корчевки старых дней корней справились только с помощью топоров, ленточных пив, ломов и лебедок. Дорожки, проложенные по периметру, посыпали желтым пешком. Для заливки железобетонных столбиков ограждения Петр и Валентин изготовили три комплекта форм. Взбитые из досок форму цементный раствор заливали сразу для пяти столбиков, предварительно положив в каждую из ячеек железную арматуру. При установке столбиков обошлись без лопаты рытья земли. Петр изготовил специальное ручное сверло, с помощью которого в земле высверливалась глубокая круглая лунка, куда опускалась нижняя часть столбика. Всего было отлито и установлено 144 столбика, которые после установки были тщательно выкрашены заботливыми руками Таисии, Светланы и ее двух мальчиков. На фотографии можно увидеть, как окончательно выглядит ограждение и дорожка вокруг территории кладбища. Приятно слышать от Таисии, что большинство сегодняшних посетителей мемориала с улыбкой следует совету, написанному на фанерной стрелке, висящей рядом на дереве. «По дорожке обойдешь, горсть удачи унесешь». Когда я это придумал, мне казалось, что для посетителей кладбища мысовой этот совет станет добрым и приятным моментом людского участия и солидарности. Главным же символом воссоздания памяти еврейского кладбища мысовой мне хотелось сделать какое-то крепкое сооружение из бетона или гранита. В начальном замысле казалось, что это будет высокая стела. Идея постепенно перешла к трем стеллам, несущим имена библейских праотцов Авраама, Исаака и Якова. Три стеллы быстро переродились в замечательный символ букву Ша, которая имеется в древнееврейском и в русском алфавитах. В первом она называется Шин, во втором – Ша. С нее начинается слово «шалом», то есть мир, привет, спокойствие. А это именно то, что мы хотели принести в память погребенным на кладбище. Вот почему мемориал «шалом». Буква Ша станет на передний край большой горизонтальной бетонной плиты, имеющей площадь 25 квадратных метров, на которую будут ставить фрагменты бывших надгробий, которые же начали собирать вне территории кладбища. Понятно, что здесь станут только те надгробия, для которых не удастся определить расположение могил, с которыми эти надгробия когда-то были унесены. Из всего строительства самым трудным оказалось преодоление страшного бездорожья, глины и грязи, по которым приходилось перебегаться ежедневно, и по которым не могли пройти ни бетоновозы, ни грузовики со щебнем. Отсюда и пришлось несколько раз серьезно ремонтировать оба личных автомобиля, и Петра, и Валентина Черных. Для электрической сварки арматуры, для освещения работ, затягивающихся до поздних часов, сразу же пришлось купить электрогенератор и сварочный аппарат. Это старое еврейское кладбище оказалось практически полностью разграбленным. Из нескольких сот захоронений в общей сложности сохранилось только 14 надгробных камней, видимо, наиболее тяжелых или неприглядных, но даже эти все доедино были свалены на землю лицевой стороной вниз, а некоторые едва видны утопленные в открытых ямах, вырытых в могилах мародерами. Валентина и Петр Черных использовали лебедки, ставили надгробный камень в вертикальное положение, Светлана отмывала его от грязи, сделала фотографии. Так узнавали имя погребенного. Фотографии, надписи, сделанных на еврите, присылали нам в Торонто, где опытный эксперт Гарри Кипер пытался прочесть едва сохранившиеся символы. В общей сложности нам удалось выявить имена только 59 человек погребенных на этом кладбище. Большую часть имен Таисия нашла, разыскивая в архивах разных городов. Остальные прочитали на датгробиях, а меньше 10 имен погребенных удалось получить от читателей, которые о сооружении мемориала и о наших розысках узнавали, увидев наши флайеры в газетах России, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Торонто, Лондона и Израиля. Трудолюбие и преданность делу семьи Черных трудно переоценить. Каждый из них полностью отдавал себя все более нарастающему фронту работ. Петр Черных не мог оставить свою ежедневную работу на железной дороге, поэтому чаще всего для мемориала у него оставались только вечерние часы и выходные дни. Валентин со своей семьей не менее двух-трех раз в месяц, оставив свою основную работу в Иркутске, на три или четыре дня приезжал в Мусовую не просто помогать родителям, но как опытный толковый инженер-строитель возглавил и сам выполнял наиболее ответственные работы и быстро решал бесконечные организационные вопросы. Его 12-летний сынок Владислав оказался терпеливым, трудолюбым, толковым помощником отца, а самому младшему из Черныхов, четырехлетнему Вадиму, проводящему целый день в бригаде тружеников, не было другого выбора, кроме как следовать их премьерам. С наступлением весны все участки строительства стали еще более загруженными. С плеч Таисии никак не слезали все еще беспросветные вопросы. Она неутомимо старалась заинтересовать местных руководителей любого уровня в оказании помощи нашему проекту. Прежде всего, требовалось сделать проезжий, восстановить проселочную длиной около 300 метров дорогу от федеральной автомагистрали до кладбища. В какой-то момент мы уже стали думать, что к открытию нам придется где-то одолжить или купить для гостей несколько десятков пар резиновых сапог. Ко дню открытия мемориала требовалось обязательно организовать, чтобы хотя бы два раза на территории кладбища было произведено опыление против клещей. Как раз в те дни газеты сообщали, на 26 апреля за вчерашний день в Кабанском районе зарегистрировано 53 укуса клещей. Волновал меня и такой вопрос. Еще перед началом больших работ в разговоре по скайпу с черныхами я сказал, что не представляю себе церемонию открытия мемориала, если где-то рядом не поставим пару передвижных туалетов. Они молча приняли мою фразу, но, будучи людьми серьезными, прибавили в список необходимых дел. Через неделю Таисия призналась, что в Мысовой и в соседних городах района этот предмет достать невозможно. Еще через день она сообщила, в администрации удивились, зачем роту в лесу туалет. Я ответила, не роту нужен туалет, а рот хочет, чтобы все детали нашего проекта были на самом высоком современном уровне. Валентин развернул широкий поиск в Иркутске и что-то ему удалось найти. Фирма заявила, за три дня мы берем 50 тысяч рублей за 4 туалета, которых у нас пока нет, плюс доплаты водителю. Наш вам совет, приобретите у нас две кабины Евростандарт по 26 тысяч рублей каждая, и у вас всегда на любые мероприятия будет под рукой своя кабина. Несколько дней я скрыл затылок, перед такими ценами, когда меня обрадовал Равиль Резванов. Он сообщил, что Министерство социального обеспечения Бурятии обещает за 3 тысячи рублей выделить на один день два переносных туалета вместе с воровайкой. Это грузовик, оснащенный грузоподъемным краном, который доставит туалеты из Улан-Удэ в Высовую. Я был в восторге от такой новости, но черныхи мою радость отвергли. Владимир Францевич, это не получится. У нас же нет дороги. Если воровайка придет, она же, сойдя с федеральной дороги, в первых пяти метрах застрянет в грязи. И нам придется бегать по округе в поисках трактора, чтобы ее вытащить. А если она разгрузится на асфальте федеральной дороги, мы что, на руках понесем туалеты к кладбищу? А после открытия, что с ними будем делать, не годится. Чернохи были правы. На черный день, если ничего не получится с дорогой, у меня с Валентином был негласный договор. В крайнем случае, накануне открытия, они выроят небольшую яму по углам, которые забьют в землю четыре жерди. Жерди обтянут темной пленкой с открывающимся пологом с одной стороны. После церемонии открытия это сооружение они разберут. Пропущу здесь целый ряд интересных эпизодов, перейду к рассказу о чудесах. С возрастом я все больше и больше верю в чудеса. Неожиданно пришедшие в дачи, периодическую помощь Всевышнего, которые внезапно дают подсказку или само решение проблемы. Чудеса происходили и с нами. Саму идею соорудить мемориал и активность по его строительству уже можно считать чудом. А вот его составляющая. Главный раввин Томска, Левий Каменецкий, согласился приехать на открытие мемориала. Выбрали дату 17 июня. С этого момента все мы засуетились еще быстрее. Таисина команда старалась на всех их фронтах и в конце концов все получилось. Прежде всего, санитарная служба Кабанского района дважды провела обработку территории кладбища против клещей. Далее у Таисии, да и у всех нас, появился замечательный помощник Валерий Барбас. Этот 73-летний пенсионер, всю жизнь командовавший строительным организациям в Барбасе, почему-то всегда был уверен, что его дедушка похоронен на еврейском кладбище в городе Баргузин и всегда оказывал посильную помощь тому кладбищу, которое вы сейчас видите на этих двух рисунках. Когда же Валерий из прессы узнал о выявленных нами именах погребенных мысовой, среди которых он увидел Барбас Арон Янкелевич, 848-1921-й, это ж был его дедушка. Валерий поспешил из Улан-Удэ в мысовую, разыскал Таисию, долго благодарил за такую находку и стал убежденным помощником строительства дороги к мемориалу. Местные власти все больше стали прислушаться к нашим заботам и к огласке, которые получил мемориал. За неделю до открытия до Таисии дошла новость, что Тюмлинский цементный завод пришлет им 3 самосвала-щебня 90 тонн при условии, что за один она заплатит. Таисия сразу же заплатила. А через два дня, к вечеру 13 июня, открытия 17-го, депутат Народного хурала Республики Леонид Викторович Сильверстов и первый заместитель руководителя администрации Кабанского района Алексей Александрович Жилин, поддержанный главой администрации Кабанского района Сергеем Витальевичем Саватеем, совершили нечто невероятное. Их многодневная попытка помочь нашему проекту увенчалась тем, что у кладбища появились не только первые самосвалы со щебнем, но и за 100 километров из Кабанска самоходом пришел Грейдер, который сразу же от кромки асфальта федеральной автострады стал сдвигать и своими могучими колесами утаптывать щебень, сгружаемый самосвалом. Валерий Барбас, как мальчишка, бегая вокруг грозно-рычащей техники, без конца благодарил и вдохновлял водителей. Работу закончили к полночи. От всего сердца Барбас особенно тепло благодарил водителя Грейдера, который тут же исчез во тьме, начал по федеральной дороге колесить свою обратную сотню километров до Кабанска. Чудо! В этот вечер с щебня нам доставили 350 тонн, из которых 260 тонн оказались подарком мемориалу от директора предприятия Сигматек Батышева Владимира Михайловича. Бесконечное спасибо всем! Так появился проезд к кладбищу. Через четыре дня по свежей насыпи дороги Вереницы пробирались к мемориалу четыре больших автобуса, впервые везущие сюда взволнованных участников нашего праздника. Праздник открытия мемориала скромно, но достойно украсили и два аккуратных передвижных туалета, установленных в недалеке от собравшихся. Это был неоценимый сюрприз-подарок от Александра Романовича Хутакова, директора Бабушкинского психоневрологического интерната и его заместителя Анатолия Ивановича Рябчуна. Стоящая рядом с туалетами две тумбочки с рукомойниками и стопками чистых полотенец свидетельствовали о бесспорной элегантности в Байкальской тайге. Могу похвалить и нас, и обеспечивших своевременное поступление средств для оплаты ежедневных затрат мысовой и в Иркутске. Тут следует отдать должное всем нашим добрым канадским спонсорам из Торонто и других городов. Основную часть затрат на сооружение мемориала покрыли члены нашей еврейской общины Торас и Мисс Конгрегейшн. Наш список содержит около полусотни их имен, включая нас и и наших детей. Да простят меня наши дорогие спонсоры, хотя и не дали на это согласие, но я должен назвать несколько имен наиболее щедрых. Агни Швейсхаус, Иссер Элишис, Макс Рубинштейн, До Фридберг, Эдит Велтман, Дэвид Турб, Алек Штрассер. Два перевода по 400 евро пришли к нам и от венгерских друзей. Спасибо большое всем. Только благодаря вашей поддержке все это стало явью. И еще об одном чуде. Обратите внимание на момент, когда я и Таисия снимаем с монумента покрывала. В это время с экрана слышен громкий гудок. Через мгновение соображаешь, что это же гудок поезда, бегущего по проходящей где-то рядом Транссибирской железной дороге. Гудок. Это ли не звук рога, оповещающего о победе? Это рог нашему мемориалу. Итак, станция Мысовая, 17 июня 2014 года, церемония открытия мемориала Шалом. Здравствуйте, добрые люди, здравствуйте. Здравствуйте, Добрые люди, добрые, добрые, добрые люди, дорогие, дорогие наши. Соль от нашей родной сторонки. Мы рады приветствовать вас на нашей сибирской байкальской земле. Ларюшкин Виктор Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Разрешите поздравить вас с этим знаменательным событием, которое вы устроили на нашей земле. Поприветствовать вас на нашей байкальской земле и пожелать вам всего самого доброго, чтобы вы здесь нашли друзей, чтобы вы здесь нашли родных, близких. И, конечно, я от души могу вам сказать, сложно оценить ваш поступок. Ваш поступок – это огромное событие не только нашего муниципального масштаба, это российский масштаб. Потому что та миссия, с которой вы к нам прибыли, она очень благородна. И дай бог, чтобы она была благодарна по отношению к вам. Спасибо вам огромное и поклон вам от нашей байкальской земли. Спасибо за ваши такие добрые слова, что в наши адрес сказали. Когда не забудем. Себя лично, а депутатов Народного хурала, привезли очень святую миссию. Миссию помянуть усопших, отдать дань уважения тем, кто, к сожалению, сегодня не может быть с нами. Это великое дело без всякого привлечения. Со стран, отдаленных от нашей Родины, вы нашли время и возможность, чтобы приехать на то место, где были захоронены ваши предки. Аистя нашла в интернете все законы и выполнили. Вы захотели, у вас есть только сердце, похоронить еврея по еврейской традиции, когда никому, ни одного еврея больше не было рядом. Гордитесь этим. Сделайте этот мир красивее, чем Москва. Сделайте его красивее, чем Швейцария. У вас все возможности есть. Вам только надо собрать свой талант и помнить, что вы живете для себя и для своих детей. Тогда здесь будет паломничество. Сюда поедут люди бесконечным потоком. Если вы тут организуете жизнь, тут можно будет видеть. Будьте здоровы, хранит вас Бог. Вы высоко стоите на земле. Национальная гордость России, активное участие евреев стали известны всему миру. И выражая благодарность организаторам этого мероприятия, он приветствует и желает всего самого благополучного. Президент Конгресса Равинов Европы прислал приветствие. Равинат города Москвы посылает приветствие. И все это касается каждого из участвующих в церемонии. Посол государства Израиль особый привет передает. Спасибо всем. Вам низкий поклон. Это мне. Два раза посылка. Ну, блистай. Правильно, непонятный адрес. Второй раз. Гражданскую машину. А мы где-то отправили. Ну и второй раз можем отправить. А, привет, привет. Я думаю... А раньше помнишь, у нас бродоочитажение? Здорово. Ага. Потому что Баркомов ничего не хочет делать. Одна Чупалова и знает больше никто. Почему? Уже не требуется. Пошли. А где Иита? И я? И я? Да. Проходите все, проходите поближе. И сюда, проходите, проходите. Тут будет мероприятие, потом вы увидите. Кто-то из Томска, из Омска, из Венгрии, Санкт-Петербурга, из Торонто, из Израиля, из Улав-Удэ, из Иркутска. Так много мест прислали своих представителей. Меня зовут Ольга. Моя фамилия Русинова, девичья Магеденко. Моя фамилия из многих мест, из самых дальних краёв России. И так как... И пепел людей, ушедших и похороненных здесь, стучал в сердце. Кого? Не местного жителя. А канадского гражданина. В интернете его называют так. Русский еврей венгерского происхождения. Русские, буряты, корейцы. Получаются татары. Люди разных. Почтить память людей, которые ушли. Сохранить память. Получается, что мы сейчас с вами связываем разорванные нити истории. И сейчас я хочу передать слово Таисии Акрамовне Черной. Ибо те люди, которые здесь похоронены, они сделали очень много для становления и развития нашего города когда-то. Они строили вместе со всеми Кяхтинский тракт, звено Великого Чайного Пути. Они строили Транссибирскую магистраль вместе со всеми. Открывали здесь кожевенные, кирпичные заводы. Открывали магазины, лавки, постоялые дворы. Плодами их трудов мы до сих пор пользуемся. Потому что я вам показывала дом Корфа. Тот дом, который купец Корф когда-то поставил для своей семьи, до сих пор служит нам. И там находится наш Росбанк. А купец Корф похоронен здесь. И его памятник до сих пор еще есть. И наша задача сохранить его для потомков. Хотела бы поблагодарить тех, кто преодолел такие расстояния и прилетел из Канады, из Израиля, из Южной Кореи. Хотела бы поблагодарить тех, кто приехал из других регионов России, из Москвы, из Санкт-Петербурга и так далее. Хотела бы поблагодарить представителей Равината. Большое спасибо. Хотела бы поблагодарить тех, кто участвовал в нашем проекте. Кто помогал нам, кто помогал словом, кто помогал делом. Хотела бы поблагодарить тех, кто отказался участвовать в нашем проекте. Ибо тем они нам показали свое отношение к истории. Но больше всех я хотела бы поблагодарить, конечно, Владимира, канадского бизнесмена, известного писателя, члена Союза писателей Венгрии, Владимира Рота и его замечательную супругу Ию Рот, профессора университета города Торонто. Ибо без них этого бы ничего не было. Они были вместе с нами каждое мгновение, каждую минуту, каждую секунду. Мы часами разговаривали на скайпе и на телефоне. Мы часами обговаривали все, что здесь делалось. Мы боялись, потому что мы православные люди. Но мы боялись вмешаться в чужие традиции, что-то не так сделать. Поэтому все мы советовались, чтобы мы, не дай Бог, не навредили этому святому месту. Спасибо всем, кто пришел сегодня, кто приехал сегодня. Спасибо главе Кабанского района Саватееву. Прежде всего, огромная дань, уважение тем людям, которые стояли у истоков создания станции Масовая. И сегодня стран мира со многих регионов. Кабанская земля рада приветствовать вас сегодня на открытии такого знаменательного события, как открытие мемориала. Спасибо вам всем, что мы сегодня здесь все собрались. И что сегодня отмечаем действительно значимый праздник единения. И думается, что потомки и последующее поколение будут чтить историю и воспринимать сегодняшнее мероприятие, как и чтить своих предков. Спасибо. Пошли, да? Все готовы? Уважаемые гости! Мы с Иейс очень счастливы, что сегодня такое происходит. Потому что хочется жить, продолжать и радоваться со всеми другими. Ваша республика, ваш замечательный край породил много хороших, знаменитых людей. Я не буду о них говорить, я только хочу сказать, один из ваших людей – это моя жена Ия. И я к ней пристроился 53 года назад. И я хочу сказать, что из всех героев вы можете гордиться ей тоже. Потому что она прошла в своей жизни. Она приехала в Канаду, была уверена, что надо бы только подметать и мыть туалеты в Канаде. Потому что больше никакой работы она не знает. Но она выучилась и стала снова профессором университета Торонто. У нее столько тысяч студентов, которые до сих пор известны. Ей, которые узнают. И она вырастет. А я почему говорю? Это герой вашей республики. Это вы человек, который вы все такие. А вот я сам близко знаю вот этого героя. Это невероятно, что иметь такую семью, как Тася и ее семья. Эти люди сюда. Нету денег, нету того золота, которым можно было оплатить это. Вы только посмотрите, тут три человека. Вот мы стоим на площадке. Это же задуманная площадка. Сюда должны прийти еще куски камней, которые тут разбросаны в округе, в фундаментах, в деревне. Которые не знаем теперь, к какой могиле они принадлежат. Поэтому это все тут специально сделано. Пришел бетон. Девять с половиной тонн сюда пришел бетоновоз. И вот он там встал. И никаким способом не существует бетоновоза, который еще мог бы сюда податься и слить этот бетон. И эти тут люди. С утра пришел бетон. Они с вечера немедленно сделали эти примитивные деревянные носилки. И бегом. Девять с половиной тонн разгрузили. Это только пример. А плиты пришли гранитные из Иркутска. Они притащили. Вы видели волоком по снегу. Они все это повесили сюда, чтобы только сделать фотографию. Мы хотели, чтобы эта открытка появилась сегодня. Чтобы можно было ее каждому дать. И чтобы они сделали, чтобы мы это сфотографировали. И что сделали эти люди? Они все это сняли и унесли по грязи назад. Утащили в деревню. Чтобы это только сохранилось до сегодня. Дорогие мои. Пока этот мемориал стоит на бурятской земле. До той поры, я так думаю, земля бурятия будет только расти и процветать. Потому что это начало. Это показывает, что вы и мы ценим прошлое. Потому что нам очень нужно хорошее будущее. А хорошее будущее на отличных примерах. Вы посмотрите. Шлома Гутерман приехал сюда. Все мы обсуждали это. Вот тут последний памятник Юре, которого вы похоронили по еврейской традиции. Вот Юра. Он праправнук Шлома Гутерман. И еще стоит, вон Мишенька стоит. Это же не Миша Гутерман. Он живет у вас. Последний человек в вашем городе. Не последний, но первый для того, чтобы вы знали, для чего мы все живем на этой земле. А с Израиля прилетел другой барбас. Потому что это его прадедушка. Сколько тут сегодня людей, скажите мне. Сколько людей, которые тут мы нашли. Поднимите руки местные. Кто тут? Смотрите. Господин Сильверстов. Господин Жилин тут был. Господин Саватеев. Я вот думал, летел в самолете. Вы тут выложились, чтобы только появилась вот эта дорога. Вы не строили эту дорогу. Вы построили начало будущего хайвея. Вы будете так заняты. Вы будете чихать на всякую федеральную помощь, потому что у вас будет своих денег достаточно. Добротой. Своим хлебосольством. Своим хлебосольством. И мы знаем, я по себе знаю. Я жил в Бобруське во время войны. 20 тысяч евреев было расстреляно перед моими глазами. А мы остались живы только три. Я, мой брат и моя мама. И я помню, как русские люди, соседи, никогда не начинали кушать свеженинку, пока они не принесли мадам Ротихе. Моей маме кусочек сала, кусочек этого. И так мы могли жить. Это были русские люди. К сожалению, в России доброту, пожертвования утопили в свое время. Эта страна прошла через несчастный отрезок истории. И чем быстрее мы его залечим, тем лучше. Чем Россия была отучивали от доброты? Я помню, в нашей группе в институте в Томске у Пархамука, у Виктора, умерла мама. Он был бедный, нищий. Я не знал, я что помочь. Я пошел, собирали со всех ребят, собрали по три, по пять рублей на билеты. Ему собрали, чтобы он ехал в Прокопье к своей маме на похороны. Меня после этого вызвали комсомолом. Дали мне такого нагонять, чуть не выгнали с института. Как ты смеешь, мы что не можем, мы что не можем, иди раздай немедленно людям. Мы выделили правковому 120 рублей, чтобы поехал. Это было раньше. Такого больше быть не должно. Я научился у евреев в Торонто, что чем больше человек дает, он никогда не дает, он только получает. Вы вот заметьте, вы когда-то дадите бедному на улице копейку, и вы увидите, что это вы получили. Как все начинается? Я начал в Торонто собирать деньги. Непрерывно звоню, с Таей прикидываем, сколько на данном этапе нам нужно, сколько еще рабочих, сколько же надо денег, Тася, на следующий месяц нам столько. Начинаю собирать. Что в это время происходит? У нас пришла в гости девочка Даша Рызванова. Вот она тут стоит с мамой. Я ее всегда потом отвозил домой, где она там жила. В один вечер она... Я слышал она, она на кухне с ей кушали, что-то они там делали. А я слышал, как я там бомблю, там какого-то уговариваю, что ты мне дай деньгу и то и все. Я ее повез домой, она говорит, подождите меня, дядя Владимир, подождите меня. Я думаю, ну, повезла, наверное, какой-нибудь сувенир сейчас мне привезет из дома. Я сейчас прибегу. Ну, думаю, ладно, ребенок хочет меня отблагодарить. Она мне возвращается и дает мне 20 долларов. Я говорю, Дашенька, я не могу у тебя взять. Эта мама тебе дала денег, тебе нужно, что ты жизнь-то должна. Она говорит, ну, я обойдусь. Это такая помощь от девочки из Бурятии. В 14 лет. В 14 лет, которые захотела дать. Я ей говорю, Дашенька, знаешь что? Раз такое дело произошло, поставь не салон эту валюту. Она поставила. Тасенька, Тасенька, подарок вашему музею, который был. Музей? Это Дашенька. Это, которая будет у нас. Не только это, это же только начало. А в Торонто изготовили вот эту же плиту. Прочитаю. Фирма это сделала. Кто повез? Как же ее послать в Торонто? Сюда. Ей цены нет. Вот это ребенок. Положил в рюкзак и отправился домой. Спасибо тебе, Даша. Никто не забудет. Вот фундамент для доброты. У вас есть фундамент, чтобы тут все росло. Чтобы тут росли не только сосновые деревья, чтобы тут росли фруктовые деревья. Чтобы тут все повернулось. Чтобы тут был миллион людей и заказывали на 10 лет вперед места в вашей дом отдыха. И чтобы вы придумали так, чтобы всем нравится. Вот сюда хорошо. Но у них первая русская подать. Главный раба Иркутска Арон Вагнер. Мы сегодня собрали кое-какие традиции. И, конечно, мы сейчас почитаем Тейлеем, скажем поминальную молитву, Кадыш. Упомянув все как надо. Но когда будет читаться поминальная молитва и Кадыш, во время молитвы, это как минута мольчания. Мы должны, конечно, отвечать Амэн. Но задуматься о чем-то. И о чем мы должны задуматься. Представьте себе, что вот мы находимся на этом месте, которое никто не знал об этом месте. Он был забыт. Но, как мы видим, не так быстро нас забудет. Мы стоим здесь и можем сказать. Даже на кладбище мы можем сказать Ам Исраил Хай. Что вот мы живы. Уничтожить хотели? Не смогли уничтожить. Даже в таком далеком Сибири мы находимся. И вы из разных краев. Не только в нашей большой Сибири. Приехали ради такого дела. Потому что, по большому счету, для Всевышнего нету больших дел и маленьких дела. Поэтому, снова огромная-огромная благодарность. Вам, Владимир, за то, что он сделал. И вам, Таиса, тоже огромная-огромная благодарность. Я был тут полтора месяца назад. Я вам хочу сказать, что я был уверен, что нам придется купить. Перед того, что будет открытие, нам придется привезти контейнер резиновых сапогов. Потому что дорогой невозможно было пройти. Но, действительно, вот люди. Мы приехали тоже сюда. Десять человек из Иркутска. Не просто так. Владимир мне позвонил. Был. Десять евреев были. Нам нужно читать поминальную молитву. Десять есть? Есть! 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 Вот. Это поминальная молитва. Это память от людей, которые находятся без похоронений. Это внимательно, что здесь есть 50- todевых демьев. В Кладбусе есть 3-4-4-5-5-1-2-1-2-2-1-3-2-2-1-4-1-2-1-2-3-3-2-2-1-2-3-2-3-1-3-2-3-3-2-3-4-2-1-3-2-4-3-3-2-4-2-3-4-2-3-1. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Вы наверное наблюдали Вот как люди реагировали постепенно На то что происходит здесь Вы знаете мы начинали ben это только моя семья и постоянно каждый день мы работали на этом кладбище конечно когда местное население обратило внимание что мы каждый день сюда ездим Для чего зачем стали спрашивать возник конечно интерес но потихонечку создали то что вы видите сейчас Чему рады? Очень было сложно. Понимаешь, наверное, убеждения людей, которые «да зачем?» говорили, но тоже были такие. Нам говорили и звонили по телефону, неприятные вещи говорили, и говорили в лицо неприятные вещи, что мы православные люди, почему занимаемся этой темой. Но я считаю, Бог где-то там един, Он нас сблизил с этими людьми, познакомил для чего-то же нас с этими людьми. И поэтому мы делали это просто святое и благородное дело, восстанавливать то, что было утрачено. У меня будущего не может быть без прошлого. Для этого и делали. Я Черных Таисия Акрамовна, работаю библиотекарем технической библиотеки станции «Мосовая» в Восточно-Сибирске, в Центре научно-технической информации. На этом снимке вы видите и непосредственных строителей нашего мемориала «Шалом». Это семья Черных. Дорогие Таисия, Владислав, Светлана, Петр, Вадим и Валентин, большое спасибо вам всем за ваш упорный и очень плодотворный труд. Группа создателей и гостей мемориала по окончании праздника открытия совершила 10-дневное путешествие по бурятмонголии, по местрам маршрута Великого Чайного Пути. Это путешествие началось с посещения бабушкинского психоневрологического интерната, где нас ждала теплая встреча с коллективом. Директор интерната Александр Хутаков и его заместитель Анатолий Рябчун завели на зал экспонатов, где обитатели интерната, деликатно завышащиеся здесь обеспечиваемыми, с гордостью показывали свои работы, красочные рисунки, вязания и вышивки, блюда кулинарии. В городе Кабанске, в Краевическом музее, расположенном сегодня в бывшем особняке купца Эдельмана, началось наше знакомство с интересными материалами экономического развития Забайкалья в дореволюционный период. Особенно запомнился уникальный фолиант книга, шитая из двух книг «Месяц и слова», некогда принадлежавшая большой семье Астраханцевых. Подшивка знаменательна тем, что все члены семьи Астраханцевых на протяжении многих десятилетий середины XIX века ввели на чистых листах «Месяц и слова» записи о событиях в мире и в России, об аномалиях в природе, о новостях в семье. Например, в книге описаны подробности трагедии, случившейся в 1861 году, когда в результате землетрясения в Байкал погрузилась часть побережья вместе с постройками и людьми. Образовавшийся при этом залив называют провал. Трогательна надпись на книге «Потомки» – это книга о приходивших в этот мир и уходивших из рода Астраханцевых. Здесь только крохи из минувших событий, не судите ушедших, писали, как думали и умели. Приятная встреча с Алексеем Александровичем Жилиным, заместителем руководителя администрации Кабанского района, оказавшим неоценимую поддержку нашему проекту. Присутствовать на открытии мемориала он не смог, а для приветствия специально разыскал нас в музее. В городской библиотеке Кабанска, где я выступал с презентацией моей последней книги, среди присутствующих приятно было видеть более десятка уже знакомых лиц. Это были члены делегаций города, которые два дня до этого отдельным автобусом приезжали в Мусовую на церемонию открытия мемориала. Там мы смогли познакомиться поближе и сделать эту памятную фотографию. В центре этой фотографии, в белой куртке, сидит Вера Григорьевна Гордиенко. По профессии она врач, давно на пенсии. Уже 12 лет возглавляет Бурят Монголии, созданный нами в память и иной мамы, фонд имени Рахили Гутерман Ярославской для указания медицинской помощи неимущим евреям Бурят Монголии. Вера Григорьевна, спасибо за ваш добрый, кропотливый и очень важный труд. А это сын Веры Антон Гордиенко и его жена Светлана. Об их добрых делах я рассказывал в моих книгах. На этот раз они не только приняли нашу группу у себя дома с незабываемым прощальным обедом, но и для безопасности подстраховки весь многодневный тур по Бурятии сопровождали наш автобуш на своем BMW. Как и в других местах, на подъезде к легендарному городу Баргузин нас трогательно встречали традиционным хлебом с солью. На этом снимке венгерская гостья, заместитель директора отделения Будапешбанка Ева Орос, пиалу с молоком принимает с удивлением. Участник нашего тура, известный в республике историк, Алексей Васильевич Сивоненко, тут же перед группой развернул флаг Венгрии, который он привез недавно из этой страны, где он бывал, с циклом лекций. В средней школе Баргузина навсегда запомнился историко-краеведческий музей. Покорили не только размеры зала в музее, качество экспонатов и уровень пояснения к ним, но все смотрелось с огромным любопытством, когда организатор музея-учительница школы Татьяна Сергеевна Филиппова с зажигательным энтузиазмом рассказывала об истории города, о декабристах, о печальной судьбе легендарного венгерского поэта Шандора Петрефи. Татьяна Сергеевна привела на сынах кладбища Баргузина скромной могиле венгерского поэта. А в этом доме якобы еще и сегодня живут потомки поэта Венгрии. Три незабываемых дня провели мы в Улан-Удэ, столице республики. Прогулки по улицам родного города, бесконечные экскурсии по музеям, в театр оперы и балета, в буддийские храмы. Но, как всегда, сначала с поклоном пришли к могиле и иной мамы, заслуженной учительницей Рахиль Соломонна Ярославская. Как и в предыдущие наши приезды, совершенно незабываемым и веселым оказался вечер встречи бывших одноклассников и выпускников 1955 года из 1-й и 3-й средней школы Улан-Удэ. Глаза этих пожилых, убеленных сединой бабушек и дедушек, светились радостью и счастьем. К сожалению, на эту встречу смогли прийти уже только 12 человек. Побывали мы на заключительном концерте конкурса «Смотры национальных талантов народности Республики Борятия». Сколько разнообразных танцев, сколько песен. Участники концерта особенно покорили пестротой, красочностью своих костюмов. Республиканский телевизионный канал АТВ несколько раз повторил передачу получасовой беседы со мной. Ведущий, передаваемый в прямой эфир программы, Владимир Георгиевич Банчиков, своим мастерством и энтузиазмом заразил меня большим желанием о наших делах как можно лучше рассказать легендарным землякам моей дорогой жены Ии Базыровны. Запомнилась его последняя фраза в интервью, когда Владимир Банчиков сказал «Владимир Францевич, следующий ваш приезд к нам в Республику, я хочу лично встречать вас в аэропорту». Обратите внимание настоящей на фотографии справа скромную женщину. Это Луиза Александровна Мальцева. Она большой энтузиаст, настоящий просветитель, начитанный, очень грамотный литератор, неутомимый гость многих библиотек, школ и клубов Республики, безотказно несущий слушателям незабываемые презентации по истории и литературе. Мы благодарны Луизе Александровне за ее вклад в наш проект, за участие в планировании и в проведении поездки по Бурятии. Только посетив места Забайкалья, такие как Новоселингинск, в старинном доме Старцевых у самовара попив чайку с пряником и выслушав рассказы гидов, можно себе представить, как жили и чем занимались в сибирской ссылке декабристы. Недалеко от Кяхты, свернув с асфальта и проехав около ста километров незабываемого лесостепного бездорожья, почти неожиданно мы оказались в селе Новодесятниково, где живут русские староверы Забайкалья. В народе их называют семейские. Конечно же, о нашем приезде они были предупреждены и ждали нас не только в красивых нарядах, но и изобильным гостеприимным застольем. Гостинца небольшого хумача на платье, чтобы было негде выйти, чтобы было негде выйти, чтобы было за ворота, все кругом болото, выйду, выйду за ворота, все кругом болото. Луга, луга, зеленые, Луга, луга, зеленые, К самой южной точке нашего маршрута, к границе с Монголией, на кромку пограничной зоны встретить нашу делегацию прибыли красочные посланцы из Кя. Рядом со мной во втором ряду стоит Николай Георгиевич Фиршин. Он помощник руководителя Кяхтинского района, одновременно является председателем Ассоциации изучения Великого чайного пути. Наша делегация искренне благодарна Николаю Георгиевичу. Он предложил и организовал все детали нашего двухдневного пребывания в исторической Кяхте. Крайним справа на снимке стоит Сергей Сыренович Петушкеев, директор известного в стране Кяхтинского исторического музея, основанного в 1890 году. Это один из самых больших музеев Забайкалья и Дальнего Востока. При посещении музея в одном из залов мы неожиданно оказались в разделе, рассказывающем о жизни на территории Бурят-Нонголии древнего воинственного народа уннов, которые в начале V века добрались до Европы и принесли одной из завоеванных территорий название Хунгария. По просьбе Ии, гости из Венгрии, начальник одного из отделов телевидения Будапешта, Илона Керчи, стала рядом с экспонатами раздела и приумножила ряды своих далеких предков. На интересной встрече с администрацией Кяхтинского района, руководитель Буянтуева Александр Владимирович, мы не только услышали о богатом историческом наследстве Великого Чайного Пути, но и убедились в неукротимом желании руководства и возрастающей энергии всего населения восстановить прочные экономические связи с соседними районами России, а также с Монголией и Китаем, с целью скорейшего современного развития и процветания этого важнейшего географического района Южной Сибири. Наш незабываемый автобусный тур по Бурятии закончился на железнодорожном вокзале Улан-Удэ, откуда мы отправились до Иркутска, чтобы из окна поезда еще несколько прощальных часов любоваться просторами легендарного озера Байкал. Посмотрите несколько фотографий, снятых семьей Черных через два месяца после открытия мемориала. Таисия пишет. 14 августа 214 года. Владимир Ия, здравствуйте. У нас все нормально. Были вчера на мемориале. Все в порядке. Видно, что шалом люди посещают. Кладут камни, конфеты, цветы, сигареты, монеты. Мы убираем, чтобы не захламлялось, но все появляется в крови. Это радует. Значит, люди почитают это место, как святое. Трогают до слез. Цветы поливаем через два дня. Не болейте. Обнимаем Тая и Петр. Бескрайние просторы Земли, бескрайние просторы Сибири, по которым всегда будут ходить потомки. А если кто-то из них поднимется чуть выше, то сможет увидеть что-то. А еще лучше оставит свой след, сделав для своего края что-то доброе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова